Привет! Ты прислал на проверку уже исправленный рабочий стол с компьютером, да? Так, ну давай посмотрим, что у нас тут получилось. Так, молодец, добавил компьютер, клавиатуру исправил. Вот, смотри, как теперь клавиатура намного лучше смотрится, да? Ты ей придал форму такую интересную, проработал клавиши, и вот даже если смотреть задалека, да, сразу видно, что у клавиатуры есть-то какая-то фактура, есть кнопки, они хорошо уже выделяются. Вот это вообще прекрасно. Так, давай посмотрим, что у нас тут с мышкой. Да, я видел, кстати, что ты в прошлый раз тоже присылал мышку, но я ее немного пропустил. Вот, так. Так, ну с мышкой у тебя вроде все неплохо, да? Единственное, у тебя вот эти вот элементы немного странные торчат. Немного непонятно, зачем вот эти вот штуки нужны. Возможно, ты случайно экструдом выдавил. А может быть нет. Нет, ну вот это вот оно немного как-то лишнее смотрится. Ну, если это у тебя есть, то, значит, наверное, так и надо. Просто форму можно было получше придать, иначе вот она, пока не сгладишь, не видно, что здесь вообще происходит. Вот, но если у тебя здесь этого не должно быть, хотя нет, ты, видимо, это специально делал, потому что здесь вот есть такой вот вырез. Ну, смотри, если у тебя здесь происходит... Если у тебя здесь есть небольшое расстояние, то его нужно желательно сделать побольше. Вот, и потом, когда ты будешь детализировать внутреннюю часть, тебе нужно там сделать ребро, потому что при сглаживании у тебя не должны быть вот таких вот перекосов. У тебя, видишь, когда сглаживание нажимаешь, у тебя форма сильно меняется. Так. Так. Здесь тоже нужно получше сделать проход. Да, то есть у тебя вот здесь вот... Так. Уделяйся. Да, видишь, у тебя сейчас одно ребро налезло на другое. Вот, видишь, у тебя здесь вот еще одно ребро находится. Это нехорошо, поэтому нужно их как-то разъединить. Вот, и смотри, чтобы вот этого не было. Так. Под колесико тоже нужно сделать выемку отдельную. Под колесико нужно тоже сделать выемку, так, чтобы оно вписывалось хорошо. Иначе у тебя вот здесь вот какая-то слишком каша получается. Вот, и здесь сетка разобраться. Вот, у тебя тут какая-то слишком сложная. Также следи за тем, что у тебя количество полигонов было равномерное. У тебя вот здесь вот ненужные полигоны. То есть, видишь, у тебя ребро идет. Оно как-то странное. Вот, в первой, кстати, лекции я показывал, как избегать вот таких вот областей. Можно было сделать так, что у тебя вот эти ребра, они идут вот так вот продольно. Так, не соединяются здесь. Вот, это можно избежать. А так мышка, да, неплохая. Интересно смотрится. Так, стаканчик такой брутальный. Стаканчик, он немного толстоват. Толщину можно сделать поменьше, чтобы он был аккуратный такой. Вот, и смотри, чтобы он не проникал в стол. Карандашики. Так, что тут? Так, ты карандаши сделал отдельно. Ну, смотри, с карандашами можно было проще поступить. Здесь нужно было просто взять вот эти вот вершины, так вот потянуть. А, ты здесь удалил. Так. А, здесь ты удалил. Ну, смотри, с карандашами можно было чуть проще поступить, да? Ты. Получается, у тебя такое вот тело. Карандаша. Так, оставляем 8. Вот, и что ты с ним можешь делать? Ты так вот выделяешь, да? И нужно его детализировать. То есть, ну, в дальнейшем ты его, когда будешь детализировать, понятно, что у тебя не должно быть вот такой вот одной вершины, потому что когда ты сглаживаешь, оно у тебя, видишь, как сильно опускается. А из-за этого меняется форма. Поэтому тебе нужно будет, во-первых, сделать здесь мультикатом, проложить ребра. Так. Вот. Сейчас я примерно проложу. Вот так вот нажимаем Enter. Вот у нас получился вот такой вот ограничитель. Его вот поднимаем вот сюда. И уже здесь вот можем избавиться от ненужных ребер. То есть, нам нужно максимально уменьшить количество вершин именно здесь. То есть, не уменьшить, а сделать так, чтобы при сглаживании форма, вот видишь, практически не менялась. То есть, меняется длина, но она легко избавляется, чтобы такого сглаживания не было. Чтобы ребра вот сюда не утекали, достаточно просто вот здесь вот, и здесь ребро соединить. И мы видим, что у нас форма остается такой же. Вот. Единственное, нужно будет просто вот это вот через одну брать ребра. Тогда будет вообще по красоте. Вот. Ну, можно будет этого и не делать. А в таком месте можно оставлять, можно нет. Но это такое. Зависит от задачи. Вот. И для того, чтобы вот здесь вот это место у нас не растягивалось, да, у карандаша, мы накладываем бевел. Сделаем такую небольшую фаску. Так. Угу. Вот примерно так. Так. Чамфор. Вот. Теперь у нас получился аккуратненько такая острый переход. Острый переход получился. Давай вот снимем. Вот. И посмотрим. Видишь? У нас аккуратненький карандаш получился. Здесь нет такого прям сильно острого перехода. Здесь у нас аккуратненький переход. Да, вот чтобы от этого избавиться, просто удаляем ненужные полигоны. Допустим. Да, если у нас здесь нет. Но вообще для карандаша, конечно, у нас должна быть вот эта вот, так сказать, жопка карандаша. Просто сюда делаем бевел так же. Вот. Вот. Так вот. Вот. Теперь у нас получился такой аккуратненький карандашик, который уже почти источен. Вот. То есть, по сути, теперь не нужно там ничто, никак делить карандаш. Вот у тебя аккуратненький карандашик получается. Вот. Даже похож немного на патрон. Вот. Давай пройдемся дальше, посмотрим. Монитор у тебя прикольный получился, но тут нужно учесть, что у тебя здесь вот слишком ровная поверхность идет. Вот. Поэтому нужно избегать. Вот такие мониторы, они если изогнуты, да, плавно, то и должен быть изгиб более плавный. Для этого тебе нужно, чтобы не переделать всю модель, ты можешь выделить вот эти ребра, да, и немного их подправить на себя. Вот так вот. Вот. И получится такой более плавный изгиб монитора. И с этими ребрами нужно немножко поработать. Вот. И у тебя получится такой более плавный разворот. Так. По поводу системного блока. Форма прикольная. Да, интересно смотрится. Возможно нужно будет еще добавить... А, вот у тебя кнопка есть. Так, это включение. И еще, кстати, можно добавить кнопку перезагрузки, она такая маленькая обычно. Так, есть ножки. Так, ножки, кстати, можно, наверное, сделать чуть потолще, потому что сам системный блок, он такой большой. Их можно сделать чуть-чуть пошире. Так, ну, с столом все понятно. Так, машинка тоже прикольная получилась. Такая игрушечная смотрится. Интересно. Так, с книжками понятно. Ну, и наушники, да, прикольные. Тоже беспроводные. Так, ножки у стола сделал. Это хорошо. Вот. Еще, кстати, у стола здесь бывает такая вот закрытая часть. Ее тоже можно добавить. Она, возможно, будет не видна, но тоже можно. Ну, хотя, конечно, это зависит от стола. Но это на твое усмотрение. А так, прикольно, молодец. Можно еще, конечно, стул добавить. Сделать, если у тебя останется на это время. И можешь детализировать. Так что, молодец. Пока. Так, увидел у тебя еще здесь гранату. Вот ты прислал. Так, ну, по ней. Так. Ну, с ней у тебя вроде здесь все неплохо получилось. Так. Единственное, вот эти вот цилиндры можно было поаккуратнее сделать. А то они у тебя немного кривоватые какие-то. Такие тут заломы идут. А у тебя здесь вот очень много полигонов. Помимо того, что их здесь нужно сделать более аккуратно, то есть вот это вот отверстие провести нужное количество ребер. Вот сюда вбок, сюда вбок. Вот. Сделать более красивую сетку. Но это уже больше на детализации ты будешь делать. А так, по форме у тебя граната неплохая. Единственное, здесь ты слишком много ребер добавил. И тут такое количество не нужно. Можно смело. Так. Вот этот. Вот этот удалить. Вот, чтобы у тебя вот получилось трики таких вот ребра. Их будет достаточно. Если ты бы хотел, чтобы здесь было более жесткое ребро, тебе их нужно будет просто поближе друг к другу пододвинуть. Вот. А такое количество ребер, ну, оно ни к чему. Вот. Здесь по форме вроде ничего. Хорошо. Так. Ну, основная форма хорошо бы у тебя получилась. Вот. Единственное, нужно будет поработать получше с сеткой. Вот. И посмотреть, чтобы у тебя вот лишних таких вот бевелов не было. То есть здесь у тебя четыре ребра. Они, опять же, здесь ни к чему. Поэтому одну из них ты можешь удалить. Вот. А так у тебя хорошо получилось. Так что ее тоже можешь детализировать, уже начать. И присылай на следующей неделе уже детализированную. И молодец. Пока.